В конце 70-х годов жители горного поселка Гарм Таджийской АСР стали очевидцами необычного и пугающего явления. Со стороны гор раздались громкие звуки, похожие на взрывы. Некоторые из них сопровождались кратковременными вспышками. Звуки неизвестного происхождения эхом начали отражаться от гор, нарастая и преобразовываясь в громкий акустический импульс. По воспоминаниям некоторых очевидцев с горных массивов даже посыпались мелкие камни. Люди замерли, необычное явление не было похоже на гром. Все чувствовали, что оно имеет совершенно иную природу. Наконец раскаты неизвестного акустического импульса затихли и растворились далеко в горах. После чего наступила гнетущая тишина. Было ощущение, что все вокруг замерло. Жители поселка не знали, что на секретном Гармском геодинамическом полигоне, расположенном в зоне перехода от Памира к Тяньшаню, в обстановке строжайшей секретности проводилась серия необычных экспериментов, которые могли влиять на земную кору. Уже потом, после распада Советского Союза, вокруг этих экспериментов появится множество слухов, вплоть до таких, что Советский Союз испытывал тектоническое оружие. На протяжении всей истории Советский Союз ежегодно сталкивался с сильными разрушительными землетрясениями. В сейсмоопасную зону входили все горные области, расположенные у южных и восточных границ страны. В зоне риска оказались более 100 крупных городов и 9 столиц союзных республик – Ашхабад, Алмата, Ереван, Ташкент, Душанбе, Фрунзе, Баку, Кишинев и Тбилиси. Серьезное развитие советской сейсмологии началось после катастрофического землетрясения в Ашхабаде в 1948 году. Эпицентр находился прямо под городом, на глубине 18 километров. По разным оценкам тогда погибло около 37 тысяч человек. На тот момент стало понятно, что оперативность системы сейсмических наблюдений была крайне низка. Более того, некорректно определялась точность положения эпицентров и глубина чагов. Изучая эту проблему, специалисты поняли, что феномен землетрясений хранит множество тайн. Что происходит глубоко в недрах Земли? Какие процессы? Оставалось загадкой. Чтобы туда заглянуть, нужна была более совершенная аппаратура. Начиная с 50-х годов, в Советском Союзе проводится комплексное изучение литосферы Земли. Для этого создается программа бурения сверхглубоких скважин. Скважины проектной глубиной от 3 до 7 километров, согласно классификации, назывались глубокими, свыше 7 километров сверхглубокими. Благодаря программе бурения сверхглубоких скважин удалось изучить некоторые геологические процессы, происходящие под землей. Однако у этого метода были свои очень серьезные недостатки. Высокие температуры и аномальное давление препятствовали детальному изучению твердой оболочки Земли. Часто приборы и техника выходили из строя. Буровые установки не всегда могли пройти в высокопроницаемые газоводоносные пласты и напряженное состояние горных пород. Тогда было предложено для изучения больших глубин Земли использовать магнитогидродинамические генераторы, с помощью которых можно было бы проводить электромагнитное зондирование. Это были сверхмощные энергетические установки, в которых энергия рабочего тела, движущегося в магнитном поле, преобразовывалась в электрическую энергию. Один из первых засекреченных экспериментов провели на Кольском полуострове в 1975 году. На перешейке между островами Кольский и Средний установили магнитно-гидродинамический генератор. Мотовский залив соединили с малой волковой губой, 7-километровым алюминиевым кабелем. Энергетическую установку привели в действие. Мощный заряд в 22 тысячи ампер ушел в Землю на 30 километров. Возле силовой установки возник огромный столб огня и дыма. Пропустив через Землю мощный электрический заряд, были сделаны замеры сопротивления на разных глубин. Зная сопротивление различных пород, можно было вычислить, что скрывается глубоко в недрах Земли. Результаты эксперимента оказались сенсационными. Исследователям удалось получить новые данные о структуре литосферы Балтийского щита. На этот опыт обратили внимание сейсмологи, после чего было принято решение провести еще один эксперимент с магнитогидродинамическим генератором для исследования глубинных процессов в очагах готовящихся землетрясений. Данное решение одобрили не все ученые. Дело в том, что никто не знал, чем может закончиться этот опыт и какие процессы он сможет активировать в очаге зарождающегося землетрясения. Для проведения эксперимента нужна была сейсмоактивная зона. Для этого лучше всего подходил Гармский геодинамический полигон, расположенный в Таджикистане, в зоне перехода от Памира к Тяньшаню. Это была одна из самых сейсмоактивных зон Средней Азии, в которой происходили катастрофические землетрясения. Специально для этого был создан магнитогидродинамический генератор Памир-1, состоящий из двух МГД каналов, расположенных между катушками безжелезной магнитной системы. Полная мощность установки составляла 30 тысяч киловатт. Время проведения экспериментов совпало с тремя крупными землетрясениями. 10 июля произошло землетрясение в 40 километрах от полигона на глубине 7 километров. 3 сентября и 19 октября произошли землетрясения вблизи установленного магнитогидродинамического генератора. Первый день эксперимента оказался очень напряженным. Некоторые исследователи считали, что проводить подобные действия в сейсмоактивной зоне – это полное безумие с точки зрения безопасности. Секретный полигон был оцеплен, нельзя было допустить случайного проникновения посторонних лиц, так как находиться рядом с работающей установкой было смертельно опасно. Мощный разряд мог сжечь все живое, попавшее в зону действия. На территории полигона на большом расстоянии друг от друга в землю установили два электрода. Получилось некое подобие огромной вилки, которую подключили к силовой установке. Магнитогидродинамический генератор привели в действие. Раздался оглушительный грохот. Вверх на высоту 14 метров поднялся столб пыли и огня. Испытательный полигон осветило яркой вспышкой. Грохот, похожий на взрыв, отразился от гор. Его услышали жители нескольких поселков. Шум нарастал, подобно лавине, затем резко затих, оставив людей в полном недоумении. Генератор выдал импульс чудовищной мощности, который через электроды ушел глубоко в землю на 20 километров и проник в очаги потенциальных землетрясений. Специальные станции зафиксировали ответные сигналы, по которым можно было определить приближающиеся подземные толчки. Результаты эксперимента были сенсационными. С помощью одной установки можно было значительно увеличить чувствительность прогноза приближающихся землетрясений и провести зондирование на большой территории. Исследования показали, что перед землетрясениями было зафиксировано уменьшение кажущегося сопротивления. Иногда это определялись за полтора месяца до подземных толчков. После землетрясения кажущееся сопротивление восстанавливалось. Таким образом был создан точный и чувствительный прогноз сильных землетрясений. С помощью одного магнитогидродинамического генератора можно было контролировать территорию, равную 10 тысячам квадратных километров. Специалисты посчитали, что для контроля наиболее сейсмоопасных зон Средней Азии потребуется около 25 МГД установок. Вторым удивительным открытием стала следующая деталь. Ученые зафиксировали, что во время проведения эксперимента количество сильных подземных толчков вблизи установки уменьшилось, они сменились более слабыми. Это означало, что импульсы от силовой установки приводили к инициированию деформационных процессов в земной коре, вследствие чего происходило перераспределение энергии. Таким образом было сделано открытие, что теоретически можно было искусственно управлять деформационными процессами в земной коре. Нужно было время, чтобы создать более модернизированные установки, с помощью которых можно было проникать в разломы и предотвращать сильные подземные толчки, разряжая очаги землетрясений. Однако в 80-е годы финансирование этих проектов стало уменьшаться, после чего и вовсе было высказано предположение, что использование магнитогидродинамических генераторов не имеет прикладного значения. Далее все эксперименты были остановлены, а уникальная технология законсервирована. Большинство уникальных установок распилили и сдали на металлолом. Сохранилось только два магнитогидродинамических генератора. Один из них стоит на постаменте рядом с научной станцией на Северном Тяньшане, второй во дворе Объединенного института высоких температур.